И опять привет! И еще один сюжет, очень важный, потому что он знаковый. Он знаковый в том плане, что Игорь Смешко, генерал, СБУшник бывший, разведчик бывший, который набрал 6% в первом туре президентских выборов, сегодня сделал заявление, что он не поддерживает Петра Алексеевича Порошенко. Ну то есть это было такое обращение к своим сторонникам, в котором он вот это сказал. Он и не сказал, что за Зеленского нужно голосовать, сказал типа голосуйте за меньшее зло, а кто там меньшее зло вы определяете сами, но сделал отдельный акцент, что за Порошенко голосовать не нужно. И это очень важное заявление, потому что у Смешко появилась своя аудитория, эта аудитория экзальтирована, она напоминает мне лучшие годы Тимошенко, когда вот у нее тоже такие были юльки, боевые, эти все женщины, которые ходили по пятам, которые ходили по форумам, преследовали всех. Вот у Смешковца сейчас выглядят вот где-то вот так же, они на явном подъеме. И поэтому, насколько я знаю, Смешко предлагали интересные должности и много чего предлагали, но как человек опытный, как человек умный и как человек, который смотрит в будущее, он думает о будущем, то есть о выборах в Верховную Раду, Верховный Совет. И он об этом, кстати, и сказал. И отказался. И можно сказать, что еще один такой маленький козырь, который бы мог бы использовать Петр Алексеевич, просто-таки ускользнул из рук. И все, мы видим, как сейчас все просто расползаются, как тараканы в разные стороны. Гореги расползлись еще перед выборами, когда перестали быть доверенными лицами. И на их округах, в Хмельницкой области, Порошенко получил минимальный результат. Кернес с этими, с ребятами из Одессы, из Днепра тоже кинули, потому что 8, там, процентов и 10, которые понабирали по Одессе, по Харькову и по Днепру. Но это тоже не результат. Сетками кинули. В администрации президента на совещании Ковальчук и Березенко выгребли по полной программе за то, что сетки не сработали в той мере, как они, скажем так, предполагались. И теперь они судорожно там сидят и придумывают, что бы такое сделать для того, чтобы, ну, выползти как-то из этой ситуации, хотя выползти из нее невозможно. И остается только придумать какую-то провокацию, какую-то фигню для того, чтобы что? Для того, чтобы просто перенести на пару недель, на три недели там выборы президентские. И на это никто не пойдет, ребята. На Запад это не воспримет. Люди, как бы, тоже зарядились. И элиты это не воспринимают. Потому что все уже думают, все считают о... Ну, все задумываются о вариантах, которые будут после Порошенко. И как куда приткнуться. Кто-то Бенни звонит, кто-то выходит на других игроков. Кто-то с самим Зеленским пытается договориться. Короче говоря, крысы бегут с тонущего корабля. И Смешко в этом плане показал, что сегодня Петр Алексеевич стал токсичным. И лучше от него держаться подальше. Поэтому итоги вот 3 апреля 2019 года хорошие. Помимо подачи Зеленского с приглашением на дебаты на НСК Олимпийский, вот было и сегодняшнее вот это вот заявление Смешко. И душа просто радуется. Вот глядя на все это, душа просто радуется. Но не расслабляемся. Не забываем, что 21 апреля они ждут, что явка будет маленькая. Что если будет явка меньше 40%, ну, около 40% они надеются, то тогда они смогут там вбросить, дорисовать, домухлевать. Поэтому нужно показать опять большую явку. И эти три недели провести в активном пикировании со сторонниками Петра Алексеевича, разубеждать их, готовить их к неизбежному, готовить, как я говорил, поставлю ссылочку, с юмором, с чувством, с толком, с расстановкой, видя в них таких же сограждан, которые могут ошибаться, имеют на это право. Это и есть жизнь в демократической стране. Да, она у нас такая квазидемократическая, не совсем демократическая, со своими нюансами. Но мы выруливаем на какой-то, не в суе будет вспомнить, новый курс. Вот выруливаем мы туда. Медленно скрепим своими институтами неэффективными, которые разваливаются по ходу. Но выруливаем. Поэтому настроение весеннее, есть оптимизм. И я знаю, что мы будем Зеленского проклинать спустя там несколько месяцев, я не знаю, полгода там и так далее. Но все равно это движение вперед. От этого совка, от этих комсомольских разводок, тупых, одинаковых, во все времена. Только вышиваночку поменял, серпа и молота, рубашечку убрал, поменял на вышиваночку. И все. Больше ничем этим не отличались наши, можно в ладсе. Поэтому вот сегодня, когда этот ролик Зеленского новое смотрел, тут просто новое что-то повеял. Вот такое свежее, динамичное. Короче, до новых встреч. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. И сейчас поставлю еще одно классное видео с, господи, Ярабиком. Вот Балашем Ярабиком. Это крутой западный эксперт, где мы поговорим о реакции Запада на все эти события в Украине. А также смотрите видео с Охотиным, которое я уже поставил. Все. Вот теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok